Привет! У всех у нас потеют пальцы при игре на телефоне, и у каждого потеют по-разному. Ну и конечно же бывают такие моменты, когда очень сильно потеют пальцы, когда даже мытьё рук холодной водой не помогают. Для этого я подобрал 5 способов, как избавиться от потливостей пальцев, и сделать идеальное скольжение по экрану. Но перед началом подпишитесь на канал и поставь лайк. Приятного просмотра! Первый способ заключается в пыли. Да, действительно, для этого способа вам нужна пыль. Найти её в своей комнате, я думаю, не составит труда. К примеру, на шкафу я никогда не протирал, и у меня вот, посмотрите, сколько пыли скопилось. Я просто офигел. Для этого способа мы должны взять пальцами, которыми мы играем, пыль, и создать некую подушечку, с которой мы будем играть с лёгкостью, и мы создадим идеальное скольжение по экрану. И самое главное, что это действительно работает. Поэтому, когда вас будет мама заставлять вытирать пыль в своей комнате, вы спокойно можете не вытирать, потому что эта пыль действительно вам может помочь. Второй способ – перчатки для пальцев. Это специальные геймерские перчатки, которые покупаются на Алиэкспрессе. Стоят они копейки, но на самом деле они реально помогают. Поэтому я купил для себя две пары и играю в четыре пальца. Но, скажу сразу, к ним придётся привыкнуть, потому что они очень скользкие. Но стоят копейки, поэтому вы можете спокойно купить и поиграть с этими перчатками. В них даже если и будут потеть пальцы, то они не будут мешать игре. Третий способ – отпотливости пальцев. Тут нужна туалетная вода, именно туалетная вода, а не то, что вы подумали. Или духи. Также подойдёт водка, коньяк, виски. Но если это всё у вас есть, то я думаю, вы не играть будете. Так вот, брызгайте духами на пальцы и тщательно втирайте. Играйте с удовольствием и, главное, без пота в пальцах. Итак, четвёртый способ – какой-то белый порошок, я не знаю, что это такое. Но на самом деле это сода. Этот способ вам пригодится, если у вас нет пыли. Также соду можно заменить на перец. Просто берёте соду подушечками пальцев, которыми вы будете играть. И вы добьётесь идеального скольжения при игре на телефоне. Минус – это то, что экран будет немножечко грязным. Кстати, важно помнить, что экран вашего телефона всегда должен быть чистым. Всегда протирайте экран телефона перед игрой. Это важно. Пятый способ – это триггеры. Триггеры – это вообще моё самое любимое. С помощью них вы сможете научиться играть в 4, а то и в 6 пальцев. Триггеры не очень дорогие, поэтому вы можете спокойно их купить и попробовать поиграть в 4 и даже в 6 пальцев. Советую вам купить именно вот эти вот триггеры, потому что они на самом деле реально крутые и дешёвые. Всего лишь-то 300 рублей. Зато вы уже будете играть как-то профессионально, играть в 6 пальцев. И только вдумайтесь – в 6 пальцев. Сделайте свою игру более функциональней и играйте и тащите всех. Пользуйтесь этими способами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всех с Новым Годом! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин